Омские школьники на страже экологической обстановки региона. 22 мая в научно-образовательном центре природного парка Птичья Гавань прошли мероприятия по развитию экологического добровольчества. На учебно-исследовательской конференции ребята рассказывали о заповедных местах нашего региона, их флоре и фауне. В своих докладах юные экологи описывали проблемы, с которыми приходится уживаться природным заказникам. Мой конкретный объект – это ОПТ ПМ «Любинская», потому что там ее границами являются аспортированные дорогами. То есть там никаких нету прелесков, то есть сразу машины едут и сразу ОПТ. То есть большая часть загряжения приходится именно от машин и от людей. Немного отступить от дороги и загорить забором с пропускными пунктами. Чтобы через эти пропускные пункты проходили люди и именно отдыхали уже в самом заповеднике. Здесь есть взрослые люди, которые могут нам помочь и продвинуть наши проекты выше. Детям также рассказали об особо охраняемых природных территориях регионального значения. Помимо парка Птичья Гавань, уникального тем, что находится в самом центре густонаселенного города, у нас еще есть государственные природные заказники «Оплапы», «Степной», «Заозерный», «Амринская балка», «Озеро Эбейты», «Пойма Любинская» и другие. Конечно же, сохранение и сбережение красивых мест в Омской области, то есть вот именно этих особых территорий. То есть флора, фауна, все растения и животные, которые занесены в Красную книгу Омской области, чтобы мы их оберегали, защищали, чтобы ребята знали и могли рассказать другим о том, как нужно правильно себя вести на данных территориях. В наше время очень часто забывают об этом вопросе, и современные дети чаще всего мусорят постоянно и забывают, что нужно беречь природу. Соответственно, вокруг нас атмосфера загрязняется и портится. Я для себя очень много нового узнала. Я не знала, что столько, намного больше природных охраняемых зон есть. Для меня это было очень интересно узнать. В программе мероприятий также прошел мастер-класс по разработке экологических троп, на котором школьники научились самостоятельно прокладывать прогулочно-познавательные маршруты. Ребята сейчас разрабатывают экологические маршруты на пяти территориях, которые находятся на особо охраняемой природной территории. Каждый этот маршрут они представят сейчас, через буквально пару минут, и мы будем обсуждать его. Все маршруты будут потом использованы в дальнейшей разработке экологических троп на этой территории, чтобы добавить дополнительный взгляд на территорию. Во-первых, мы стараемся для них и им потом посещать эти экскурсии. Они более знают, что им будет интересно, поэтому они могут предвнести что-то новое. Приглашаем птичью гавы!